Сегодня мы встретились с Леонидом, который известен больше как Сэм. Это гитарист легендарной группы Сатан Клаус. И мы решили немного поговорить, как водится, о 90-х. Как оно там игралось в Сатан Клаус? Ещё ты ушёл? Ну, как игралось в Сатан Клаусе? Мне всегда с детства я мечтал играть в группе. В 89-м году я пошёл учиться в рок-клуб специально для этого, чтобы... Красный химик. Красный химик, да, чтобы специально впоследствии играть в какой-нибудь группе. Как-то вот мне ящик предложил, скажем так, вакансию гитариста. Стал я играть, там, сколько там, 2-3 год проиграл. Ну, как вам сказать? Ну, мне больше всегда нравился всё-таки металл. Как-то более такая, мне кажется, серьёзная музыка панка. Как-то я как-то не особо... Ну, мне нравились мне какие-то группы там, конечно. Хорошо у меня получалось на гитаре панкуху играть, всё такое, да. Но чего-то мне всё время не хватало, не хватало. Вот. Я потом ушёл, думал, свою группу создам. Ну, там уже пошла уже другая... Ну, у тебя свой проект «Медуза» был. Ну, «Медуза», да. Который шедо, до Сатур-Клауса. «Медуза», да. Ну, это как бы, как бы, как это сказать, типа развлекуха. Это не всерьёз, да. Это такие глумливые тексты, там, поматериться, там, поглумиться, там, как говорится, поиздеваться, ну. Огуречик, огуречик, не ходи на тот конечик. Там мышка живёт, тебе хвостик отгрызёт, тебе хвостик отгрызёт. Я зелёный огуречик, не боюсь глубоких речек, не боюсь высоких крыш. А боюсь я только мыши. А боюсь я только мыши. Тревога, тревога, волку унёс зайчат. Тревога, тревога, волку унёс зайчат. Тревога, тревога, волку унёс зайчат. Ну, а вот команда Сатан Клаусова, возможно, тебя как-то смутило название коллектива? Да нет, как оно меня могло смутить? Я в те годы совершенно ничего не понимал в религии. Сатан Клаус, Санта Клаус. Я не понимал совершенно ничего в религии. И ушёл-то я из Сатан Клауса не по религиозным убеждениям. Я же говорю, мне хотелось что-то своё создать, чтобы посерьёзнее такое. Где я буду лидером, гитаристом, вокалистом, например. Да, автором всех, так сказать, песен. Вот. Ну, говорю, там уже у меня такой кризис, такой внутренний. Меня стукнули. Ну, там разные были истории. Ой, там ужас. Что за истории? Ну, разные. Я там на Арбате тусовался. Там и любовь была, скажем так, неудачная. Очень неудачная. Вот так. С какими-то панками? Ну, с девушкой. Ну, девушка, она из тусовки? Ну да, из тусовки, да. Была неудачная любовь, да. И я решил перевернуть свою жизнь. Просто на 90, то есть, точнее, на 180 градусов. И пришёл таким образом к вере, стал постепенно воцерковляться. А потом протестантизмом увлёкся. Все вот эти группы стал слушать. Там Black христианский. Хотелось чего-то серьёзного, что-то такого. Реально чего-то достичь в музыке. Ну, там, когда я ушёл из Атмиклаус, там уже... Там у меня жизнь уже повернулась в другую сторону. А, то есть, хотелось играть, например, православный гриндкор? Ну, сначала я не знал. Я же не сразу стал, как говорится, таким, скажем так, православным верующим. Я такие жанры в помине не слышал. Православный дед, православный гриндкор там. Да нет, таких даже и нет у православных. Есть христианские. Они, как правило, их протестанты играют. Православные, вот... Я слышал, есть у нас такой батюшка иеромонах Владимир Гусев. Вот. Он как-то создал группу под названием «Экзорцист». Это по жанру такой вот тяжёлый индустриальный готический рок. Немножко даже мрачноватый. Да. Ну, с текстами христианскими, там, молитвы поются, там. Вот. Выпустили они всего один единственный альбом. Потому что этого священника и иерархи церковные стали осуждать за то, что он работает как бы в таком экстремальном жанре. Да. И он вынужден был уйти из группы. Сейчас там поёт, по-моему, какая-то девушка уже. Вот. Но этот иерманах ушёл уже. Он вернулся к богослужению. Да. Он и... Одновременно, он же иерманах. Угу. Он и соблюдал, так сказать, все положенные предписания православные. И пел в этой группе. Ну, под давлением ушёл, потому что, ну, не положено вот у нас. Нашим, так сказать, священником. Такой музон. Ну, как бы, вы считаете, что это справедливым? Нет. Нет. Значит, надо было, надо было дальше продолжать. Потому что он сам даже вот по интернету рассказывает. Ему боты приходили. Да. То есть, вот, заинтересовались его песнями. Приходили разные неформалы, боты. Вот. И он им вот что-то там полезное, наверное, говорил. Да. Вот. Ну, вот, в Википедии я обнаружил христианский блэк металл. Такое действительно существует. А вот христианский грандкор, христианский панк. Какие-то направления. Христианский блэк металл это очень распространенное явление. Это в 90-е годы, где-то в начале 90-х образовался этот жанр. В Норвегии это как протест против традиционного сатанистко-языческого блэка. Самая первая, самая известная группа «Антестер». Есть голландская «Слечт волк». Ну, они потом уже ближе к викингу отошли. У них более по мелодичной стало. Вот. Вот. Из наших, конечно же, это русскоязычная, украинская группа «Холли Блад». С прекрасными христианскими текстами. На русском? На русском. Это русскоязычная группа, да. Вот. «Черный кофе». Ну, вот «Черный кофе» — это уже православный хард-рок. «Черный кофе», «Мономах» были такие, «Новый Завет», «Александр Невский». Ну, они были «Новый Завет», потом переименовались в «Александр Невский». Ну, а «Панк», «Панк» — это тоже христианский панк. Его тоже играют протестанты, в основном католики. Вот. Тоже христианский панк, он бывает, как бы, скажем так, не совсем христианский. Просто музыканты поют, как бы, но что-то упоминают. Христианская такая лояльность к христианству. А есть чисто христианские. То есть это музыканты, эти группы, они верующие протестанты. Группа «Даглут» американская. Нет, они совершенно выглядят нормально. Без всяких помоек, без всяких ирокезов. Американская группа «Даглут». Что-то типа, вот, по музыке «Бэтр Лиджин». Да, но по текстам, значит, христианство. Это верующие люди, протестанты. Есть «Рейлиент Кей». Тоже американская поп-панк группа. Но потом они апопсеяли уже, там, ближе уже к нашему времени. Уже, там, такой чисто рок какой-то. Это уже даже панком не назовешь. А так, вначале, такой поп-панк, типа, там, ну, не знаю, «Грин Дэй», вот, что-то такое, с христианскими текстами, там, «Аллилуйя», там. В общем, это тоже, как бы, было, есть такое явление. Ну, по поводу христианского «Дэта», «Дэдметалл», ну, чем он отличается от обычного «Дэдметалла»? По музыке ничем, текстами. Только текстами. Текстами, да. Такие группы, как «Антидемон» бразильская, «Кримсон Торн» американская. Ну, вот, это они, реально, они верующие протестанты, они работают в таком жанре «Дэдметалл». А в Финляндии, в евангелическо-лютеранских церквях есть такое явление «металлические мессы», то есть металлические богослужения. Угу. И у нас, в Москве, у нас, в России, я такого не видел. У нас, наши протестанты, как-то они к тяжелой экстремальной музыке как-то не очень тяготели. Ну, ты бы хотелось еще возглавить, как бы, такое движение протестантского рока? Сейчас, ты имеешь в виду? Можно, сейчас? Нет, сейчас уже нет. Сейчас уже, ну, куда уже, сейчас уже, да. Уже почти 40 лет уже играть разучился уже. Так чисто для себя побринчать, достаю гитару. Сейчас нет, сейчас нет, сейчас у меня другие цели. Те группы, которые я упомянул, Кримсом Торн, Антидемон, они как-то дед играют. Вот вместе как раз вот с грандкором. А вот чисто такой грандкор, вот, вообще сам этот жанр весьма, весьма не музыкальный, я бы даже сказал. Я вот там нашел в интернете сборник из шести протестантских грандкор-групп. Ну, там музыки даже нет, там лишь, там трещание, пищание какое-то. Не музыкальный жанр это грандкор, но, однако, христианский называется он, как сборник. Значит, там что-то там, может, что-то в текстах есть, хотя текстов там что-то я мало расслышал. Ну, вот есть такое, да, явление, да. Ну, вот на всяких встречах, которые ты наверняка посещаешь протестантские, там же вот играют разные команды. Играют, да. В частности, Новый Иерусалим, например. Новый Иерусалим, разные команды, очень много разных. Тебе не предлагали? Когда я посещал харизматическую общину, где-то полгода я ее посещал, там, в принципе, как бы, ну, были не то чтобы предложения, Ну, как бы, ну, намечалось, там у них это называется группа прославления. Угу. То есть та, которая играет во время богослужения. Вот. Ну, у меня с харизматами не срослось, мне там многое чего у них, как бы, не по сердцу пришлось. А что им было? Ну, могу рассказать. Да. То есть, да, да, я думаю, это будет интересно даже самим харизматам послужить, если они посмотрят. Это честь, это честь. Да, 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 я думаю, что здесь, не буду говорить, это жизнь. Ну, во-первых, так называемое это моление на иных языках. То есть харизматы пятидесятники, они считают, что это как бы что-то такое божественное. То есть на них воздействует святой дух, как они это называют. И у них начинаются вот эти членораздельные звуки, молитва такая своеобразная. Ну, напоминает иврит. Ну, там разные. Я слышал, там и греческий напоминает, и разные я слышал. Я вот когда домашние группы посещал, они там вот так за столом сидят, значит, один молится, все начинают молиться на иных языках. У кого что? У кого что-то греческое, у кого-то там действительно иврит, у кого-то там просто одно слово повторяет. Они считают это за воздействие святого духа. Но на самом деле, я не знаю, мне кажется, любой разумный человек поймет, что это вот такое свое собственное возбуждение психическое. Особенно, когда вот много народу, эффект толпы, вот, эндорфины вот вырабатываются, человек кайфует, кайфует, вот, кайфует. То есть это не что-то свыше, это вот свое такое возбуждение. Они как бы возбуждаются под эту вот свою музыку, под громогласные молитвы. Вот, эндорфины вырабатываются и кайфуют они. И что вот часто бывает, ну, у некоторых, потом ведь депрессия начинается. То есть это как получается, как наркотик. То есть один раз попробовал, потом уже без этого как бы, ну, депрессия, как вот, не знаю, наркоман без героина там страдает, например. Ему надо дозу, чтобы прошла депрессия. То же самое, то есть такому человеку надо переживать, переживать постоянно вот это вот состояние, чтобы снимать свою вот эту депрессуху. Субтитры создавал DimaTorzok Там при этом играет православное христианский грин-кор. Нет, это в Финляндии такое явление. Ну, даже не грин-кор, там, я вот увидел там в Ютубе пару роликов, там, в протестантских церквях, там, ну, что-то такое, типа викинга там игралось что-то, со скримингом прям в храме. Хор, значит, припевку, значит, повторяет красиво. Значит, все, гитары, барабаны, все, значит, вокалист скримингом поет, значит, все довольны, стоят. Это в Финляндии. У нас такого нету. Наши протестанты, что-то они экстремальную такую тяжелую музыку, я вот сам общался, не очень они любят. Ну, вот, вот что у меня у харизматов, как бы, вот, не по сердцу мне, то, что вот это вот моление на иных языках, это как бы, ну, ну, не хотелось бы мне этим заниматься, потому что это что-то, ну, ничего это не дает, кроме как, ну, не знаю, депрессия какая-нибудь там, чем-нибудь, да. Ну, это никакой вовсе не святой дух. Вот, это первое. Во-вторых, ну, что там у них постоянно, у них какие-то материальные отношения с Богом, то есть, какие-то все время у них вложения материальные, десятины, то есть, как бы, чем ты больше вложишь, якобы ты больше от Бога получишь. Ну, куда это такое? А в православии такое? В православии нет, я даже свечки не покупаю. Никто меня на деньги там не напрягает в православии. Даже я свечки не покупаю, я вот хожу в церковь, ну, там, ну, записочку написать, например. Ну, вот у меня свой батюшка знакомый есть, записочку напишу, 50 рублей вложу, ему лично в руки дам. Вот, я точно уверен, что он с этой записочкой сделает все, как положено, там, на проскомедии. А что же он с ней сделает-то? На проскомедии там частицы вынимают из просфоры за каждого человека. Вот, написано в записке. Окунается, так сказать, в вино, то есть, как бы, кровь Христа, как бы, человек омывается. Я так правильно понял, что за 50 рублей твой знакомый батюшка съест кусок частицы в просфоры? Если, если я не ошибаюсь, он это не съест. По-моему, это все идет верующим, как бы, раздается во время причастия. И тебе давали? Ну, что ты имеешь в виду? Ну, причастие? Ну, я раз вместе, я как стабильно причащаюсь, да, раз вместе. Конечно. Мы звездочка, мы пять лучей, мы верные друзья. Пять октября, Ахмат, Ашмат, Алиса, Али и я. Ахмат, Ашмат, Ахмат, Ашмат, Алиса, Али и я. Ахмат, Ашмат, Ахмат, Ашмат, Алиса, Али и я. Ахмат, Ашмат, Ахмат, Алиса, Али и я. Ахмат, Ашмат, Ахмат, Алиса, Али и я. Ахмат, Ашмат, Ахмат, Ахмат, Алиса, Али и я. Ахмат, Ашмат, Ахмат, Ашмат, Алиса, Али и я. Ахмат, Ахмат, Ашмат, Али и я. А помимо православных и христианских музыкальных направлений, есть еще какие-то? Да, есть. Я вот тут как-то недавно стал индийские ведические книги почитывать. Ну так, чисто ради интереса. И потом стал в интернете интересоваться, а есть что-то такое в жанре тяжелой музыки. Вот есть такой жанр, называется Кришна-кор. То есть эти группы, которые играют Кришна-кор, музыканты, это последователи такой организации. Она называется Международное общество сознания Кришны. То есть они последователи именно этой организации. Хотя есть какие-то там ортодоксальные кришнаиты в Индии какие-то есть. Они последователи именно вот этой организации. Даже иногда казалось, что похоже на концерт Exploited, только без гитар. Из наших это, конечно, известная группа русскоязычная. Ну, у них на английском они тоже говорят, небо здесь. Из зарубежных американская Shelter. Здесь американская такая. Это такой быстрый панк такой вот. Вот называется Кришна-кор. Ну и поют, естественно, про Кришну. Ну там у них разные песни. У них есть и свои песни. И в то же время поют про Кришну. Как они поют? У них как это делается? Мантра. У них это делается мантра. Харе Кришна. Харе Кришна. Кришна Кришна. Харе Харе. Харе Рама. Харе Рама. Рама Рама. Харе Харе. Ну так можно минут на десять. Целая песня. Других песен у них, в общем-то. А другие песни есть. Ну там на английском поют. Ну вот русскоязычную группу. Ну какие-то философские тексты. Там что-то как бы не про Кришну, в общем. Ну есть вот мантру, где они гоняют мантру эту. А вот интересный такой момент. Как протестанты, ну про православных все понятно. Как протестанты, в частности харизматы, относятся к гомосексуализму? Ну отрицательно, конечно. Не, ну ты знаешь, это смотря тоже какие протестанты. Харизматы, харизматы, пятидесятники, баптисты однозначно относятся к гомосексуализму. Ну вот например есть англиканская церковь, протестантская там в Англии, да. Ну там уже дошло до того, что там их венчают. Ну да, вот то есть это интересный момент. Там и уже епископы уже из этих, из меньшинств. Там они священник пол может поменять с мужского на женский. Ну тебе вот не страшно было посещать эти собрания? А они к ним не относятся. Это совершенно к ним не относятся. Это другие конфессии. Вероучения у них даже разные. Ну ты когда выбирал конфессию, ты как бы заранее смотрел, как бы что там можно, там что нельзя. Но чтобы случайно, в не случае с чего там вдруг обвенчают. Да ты знаешь, я и так был уверен, что у харизматов такого точно нету, да. Они вполне, кстати, такие люди благочестивые, они не курят, они не пьют, но естественно ничего не употребляют. У них даже, они не разводятся, не делают аборты. То есть вполне ведут такой благообразный образ жизни. Так что там с этим, в плане, как говорится, в этом плане все нормально. Ну, нормально. Ну, вот было очень интересно, спасибо. Спасибо. До новых встреч в эфире. Субтитры сделал DimaTorzok